Основной ударной силой сукопутных войск в годы войны стали танки. Они подразделялись на легкие, средние и тяжелые. Но подлинную революцию на поле боя произвел легендарный танк Т-34. Даже перспективные многие танки и Германии, и Америки, и Японии оказались неспособны бороться с танком Т-34. Немцы в начале 1941 года проектировали танк Леопард с 50-мм пушкой. Но после появления Т-34, после знакомства Т-34, все работы по Леопарду были прекращены. То, что танк Т-34 считается лучшей машиной Второй мировой войны, факт бесспорный. Но то, что идея создания подобного танка принадлежала юному красноармейцу с двумя классами образования, будущему конструктору Михаилу Кошкину, знают не все. Юноша впервые увидел подбитый английский танк в мае 1920 года во дворе госпиталя, когда только-только оправился после второго ранения и был поражен красотой железной машины. Вот здесь, именно в госпитале, у него и появилась эта мысль. А что, русский мужик не может такую машину сделать? Спустя несколько лет Михаил Кошкин действительно создаст свой танк. Но перед этим успеет окончить политехнический институт и попадет по распределению на Харьковский паровозостроительный завод имени Коминтерна. Гордость отечественного танкостроения. Именно здесь предстоит родиться знаменитой Т-34. У Гадариана в воспоминаниях солдата говорится о том, что когда он собрал своих конструкторов и показал им Т-34, и предложил, что давайте такой же танк делать. Все, значит, там помозговали, помозговали и сказали, что нет, мы его делать не будем. Не потому, что мы просто, так сказать, считаем позорным для себя копировать русский вариант, а потому, что мы не сумеем быстро наладить производство, в первую очередь, двигатели. За год до войны на подмосковном полигоне руководящему составу Красной Армии будет устроен демонстрационный показ новой боевой техники. Танк «Встречный» по своей надежности признают лучшим в классе средних танков. Он получит новое имя, под которым войдет в историю – Т-34. Танк Т-34 был для нас большим сюрпризом. Это был великолепный, я бы даже сказал, супертанк, с которым немецкие танки просто не могли сравниться. Первые же бои продемонстрировали достоинства новой советской машины, обладающей самыми главными, по мнению конструктора Кошкина, достоинствами – огневой мощью, маневренностью, защищенностью и простотой управления. Именно эти основные конструкторские решения, заложенные Михаилом Кошкиным в танк Т-34, станут определяющими в моделях современных танков. Прямым наследником танка Великой Отечественной войны станет супертанк Т-90. Танк Т-90 до сих пор сохранил возможность к его дальнейшему совершенству. Потому что боевая масса этого танка еще достаточно далека от 50 тонн. Самое мощное в мире 125-миллиметровое танковое орудие Т-90 служит одновременно пусковой установкой для наводимых по лазерному лучу ракет «Реплекс», которые уничтожают на расстоянии до 5 километров не только танки, но и противотанковые вертолеты. Танковые войска будут главной ударной силой сухопутных войск, по крайней мере, ну, наверное, в ближайшие 50 лет. Во время Второй мировой войны авиация обеспечивала поддержку армии с воздуха. Самым массовым в мире самолетом стал советский штурмовик Ил-2. Появление штурмовика Ил-2 в воздухе можно сравнить с появлением танка Т-34 на поле боя. Это был, как бы сказать, немцы его даже называли воздушным танком. В чем же были его преимущества основные? Это бронирование. Штурмовик был бронирован и удерживал, иногда держал даже пулю кальберного пулемета. Что было крайне важно, потому что в основном штурмовики поражались огнем пулемета. Огромна была и роль истребителей. В ходе войны они претерпели больше всего усовершенствования. В конце концов, самым лучшим истребителем нашим стал Як-3. Это многие, в том числе американские специалисты, считали ее самым лучшим истребителем Второй мировой войны. Для бомбовых ударов по тылам врага предназначались дневные фронтовые бомбардировщики Пе-2, Ту-2. А по глубоким вражеским тылам дальние ночные бомбардировщики Ил-4, Пе-8. Самолет Пе-8 имел четыре двигателя и мог летать на высотах вплоть до где-то девяти километров за счет турбонаддува своих двигателей. К сожалению, перед войной, в годы войны было всего выпущено 80-85 машин этого типа. Но они сыграли определенную роль и в налетах на тыловые объекты в Германии, и на Пе-8 молотов даже, например, летал в Соединенные Штаты, что продемонстрировало возможности беспосадочного перелета в Соединенные Штаты, что показало возможности развития нашей авиации. После войны лучшие конструкторские идеи и инженерные разработки воплотятся в моделях современных российских машин, до сих пор являющихся лидерами мировой авиации. Боевые истребители четвертого поколения Су-27 и МиГ-29 способны нанести ракетно-бомбовые удары, в том числе тактическим ядерным оружием. И все же основная задача истребителей – ведение эффективного воздушного боя. Равному самолету МиГ-29 ближнего маневрного боя нет. Если ты попал в такое положение в отношении к самолету МиГ-29, что это уже ближний маневрный воздушный бой, считай, что ты погиб. Самыми скоростными перехватчиками в истории отечественной авиации являются МиГ-25 и МиГ-31. А самым надежным штурмовиком – Су-25. Или, как его еще называют в армии, «Грач». Я понял, что мы сделали настоящее чудо для обычного летчика. То есть сегодня можно сказать смело, что самолет Су-25 – это как панцирь для рыцаря средних веков. В акте госиспытаний новейший штурмовик Су-39 признан одним из лучших образцов интеллектуального оружия. С появлением бомбардировщика Су-34 наша страна получит весомый гарант безопасности на случай агрессии за стороны любого противника. Фронтовой бомбардировщик с подвесными топливными баками способен настигать цели не только в Европе, но и даже в Китае. Он сегодня является одним из лучших фронтовых бомбардировщиков по своим возможностям, как по управляемому и неуправляемому оружию. Он практически у нас сегодня применяет все оружие, которое есть, управляемое и неуправляемое, в любых условиях, в днем и ночи, в любую погоду. Страна-победитель достойна оружия, которое имеет. Сегодня уже не тайно, что на складах Министерства обороны хранится столько оружия времен Отечественной войны, что его хватило бы еще, наверное, на одну победу. Разве не символично, что именно сейчас Рособоронэкспорт принял решение перевести оружие из категории боевого в разряд мирного и передать на вечное хранение в музее мира? Я знаю, что наши коллеги, мои коллеги, директора музея с удовольствием готовы приобрести военную технику времен Великой Отечественной войны. Мы передаем часть экспонатов во временное пользование своим коллегам за рубеж. Например, в Нормандии, где 6 июня 1944 года открывался второй фронт, стоит наша легендарная «Катюша» БМ-13. Есть военная техника и в Берлине, в Германо-Российском музее. Я полагаю, что оружие, которое хранится на складах Министерства обороны, которое хранится там в достаточно больших количествах, вполне может быть приобретено и частными коллекционерами, и государственными музеями России и других стран мира. Как знать, может быть однажды все оружие Земли станет всего лишь экспонатом музея. Продолжение следует...